Всех приветствую, народ, с вами Сильвияс. Ну что, завтра у нас выходит Вера. И сейчас я буду вам объяснять, зачитывать огромный патчноут, что добавится, что изменится, что нам дадут потрогать сразу, что будет позже, чего ждать от Веры и, в общем-то, какие вообще фишечки добавятся в этой локации. Итак, для начала, патчноут будет с 6 до 9 UTC. UTC плюс 0 у нас по Москве UTC минус 3. Плюс 0 имеется в виду то, что прибавок не будет, следовательно, обновление поставится в 11 утра завтра. Идем далее по списку. Update Content 2.0 версия включает в себя новую карту Вера Сектор, включающий в себя киберпанк-город, именуемый Мирори, зеркальный город, так сказать, и Gray Space Areas. Добавлена функция, которая позволяет вам скипнуть Аспирию, то есть первую локацию, для того, чтобы стартануть в Вере. Это значит то, что новые игроки смогут стартовать, условно, в окрестностях Веры, чтобы не проходить всю эту дурацкую херню в Аспирии. Не знаю, как это будет реализовано, но ладно. Новая Story Lane. История от цепочка. Land of Sand. Страна миров. Мир миров. Мир миров. Мир песка. Страна песка. Ну, да, это новая сюжетка, которую будем с вами проходить. Новый симуляк, кроме Ruby и Матрицы Ruby. Да, с выходом Веры у нас стартанет рубичка, поэтому кто хотел ее крутить, крутите обязательно, потому что она тоже будет иметь Fire Resonance, это очень важно. Level Cup повышен до 80 со всеми сопутствующими наградами. Как вы знаете, у нас в игре есть награда, 75-й сейчас доступна будет и за 80-й левел. Там будут давать по 5 фиолетовых модулей, которые нужны для апгрейда новой шмотки, о которой я расскажу чуть позже. Собственно, новый Equip Unlock Combat Engine. Это типа ваш Core. Это штука, которая будет как раз вот в этот треугольничек помещаться под ботинками. И эта шмотка, о ней мы с вами будем говорить на стримах, и я сделаю отдельный гайдец. Это очень важная шмотка, которая будет выбиваться с большим трудом условным, да, но ее нужно будет выбить, ее нужно будет вточить. И это чуть ли не основная шмотка, которая будет давать вам статы в плане суммарно. Так что этой шмотке стоит уделить много внимания. Стрим начнется завтра в 12 часов, заходите, будет весь день, возможно, даже всю ночь, насколько меня хватит. Новый инстанс добавлен, называемый Endgame и Sadness Volley. Это типа хардовые инсты, которые, скорее всего, возможно, по сути, являются хардовыми версиями рейдов, усложненными для 75-го, 80-го левелов. Ну, в общем, high-end контент, в котором вы все хотите побывать, но не факт, что побываете. More difficult levels available for instance, то есть большие сложности доступны для инстансов и рейдов. Dimensional Trials и Space Time Domain появляются на шестой сложности, то есть, скорее всего, там будет уже 2 золотых даваться, как у нас с пятого приивенты 2 золотых коробки будет даваться, и в домене будет даваться больше золота. Ну, замечательно, это надо было добавлять, окей, больше наград. Вормхолл левел 75 открывается, больше золотой пыли, больше челленджей, больше требуемой CS. Короче, вормхолл 75 любители вормхолла точно заценят. Также разработчики в 10-м пункте пишут, что ревард, ну, предметы, награды для некоторых инстов были скорректированы. Что это значит, мы никогда не узнаем, потому что даже с учетом x2 дропрейта на ивенте и чипах, в 7-8 джойнте выпадает просто какое-то говно. Ну, ладно. Следовательно, дальше. Новая аутфит-система для Мии. Мия, это ваш голосовой помощник, маленькая девчонка, это она теперь будет бегать за вами, ее можно будет нарядить в какой-либо костюмчик, и это довольно прикольная, но бесполезная функция. Charter Sex Change Card Available in Stores. Это штука, которая позволит вам сменить пол. Сменить пол вашего персонажа. Если вы случайно, когда-нибудь, девчонки, создавали себе пацанов, или наоборот, создавали девчонок от Элис-фичнусов пацанов, у вас сейчас будет возможность. Все пацаны наверняка сейчас будут себе изменять тяночек назад, кто пацанов создавал. Ну, в общем, тянка World, да. Новый ивент, именуемый Fresh Start, для игроков, зашедших на сервер 30 дней назад и более, и создающих себе новых персонажей. Короче, это какой-то ивент, который будет... Насколько я понимаю, это либо ивент для тех, кто уже зашел больше, чем 30 дней играет, либо для тех, кто зашел за 30 дней до того, как начался апдейт и играл. Вот для них это будет новый ивент Fresh Start. Это, скорее всего, такая же тема с коробкой на СССР оружие, с коробкой на ССР-реликвии. Посмотрим, как это будет реализовано. Ничего сказать про это не могу. Спешл ивент, именуемый Stellar Way Restart, for lapsed players, для игроков, которые уже, типа, давно играют, для вновь вернувшихся также. Support Rewards and Stores Available, для новых игроков, то есть Support Store Reward был усилен, в нем можно будет купить что-то новенькое, для игроков, которые играют в команде. Новые Daily Veron Bounty Missions, то есть, ну, на вере, естественно, будут свои баунти, которые нужно будет выполнять более значимые, более крутые по наградам. И новые баунти-миссии для веры. Теперь ты сможешь выбирать, финишить миссии в вере или в Аспирии. То есть, если вы уже прям 70 плюс человек, у которого полностью заточены шмотки, нормальные консты, он понимает, что хочет от игры, то, скорее всего, придется теребонькать веру, потому что там гораздо более профитные награды. Опять же, ранее они заявляли тут, что их можно будет скипать, эту самую Аспирию. Поэтому, возможно, в версии 2.0 наша карта Аспирия уйдет на второй план, так как Mirror City, сама пустыня будет гораздо интереснее. Там новые ворлдбоссы, новые матрицы и так далее. По ворлдбоссам там будет новая версия типа Сабека. Это такой... Ну, короче, Сабек, только не механизированный, пустынный такой. И лютый какой-то олень, который похож на Широна, на Кентавра. Олень вообще будет просраться. Давайте на стриме его обязательно будем убивать. Теперь, что касается фиксов. Повышенные награды Purple пыли и оранжевой пыли в некоторых активностях. Оптимизирован метод для ведения новичков по миссиям ниже левела 40. Типа... Не знаю, насколько это оптимизировано. Я проходил цепочку постепенно и у меня были таймгейты. У новичков сейчас не всегда есть таймгейты, поэтому, наверное... Ну, наверное, оптимизация нужна этого всего дела. Не знаю. Как по мне, это очень странно. Фикс кондишен терминатора, дисчарджа. Теперь с терминатора не так подолбишь. Добавлен додж эффект после флейминг реварвера. 6 скилл дискрипшн. Это имеется в виду звезда, скорее всего. Контроль рейд, апдейт, UX, UE оптимизация. То есть лагать меньше будет именно UX. Это ваш интерфейс. Certain model performance ESUS. Mistranslation и локализация на ESUS. Но это нам не важно, потому что мы не имеем локализации. Русского по-прежнему нету. Оптимизированные диф-левелы для некоторых рейдов. Ну, то есть, сложность. Оптимизированные weekly crystal rewards за секвентал фантазму. Имеется в виду то, что вы можете секвенталку пушить почти бесконечно и эти награды получать. Тут теперь произошла оптимизация. Оптимизирован, наконец-таки, босс, респаун, время и награды за artificial island боссов. Замечательно. Мне непонятно, насколько оптимизация является тем, чем я думаю. Но я думаю, что, скорее всего, они привяжут респаун боссов к резету недели. То есть, когда у вас сбрасывается и вормхол, и фантазма. В воскресенье, да? В понедельник, скорее всего, это будет скидываться все. Но как это будет на деле, посмотрим. Оптимизированные weekly activity миссии и награды и прогресс и реварды написано will be reset after the update. Вот все. А о чем спрашивали все ребята? Все это переводили 200 раз. Ну, по факту, да. Еженедельная награда резетница после апдейта. Вопрос в том, что резетница ли сама награда, или резетница уже то, что ты набрал. Потому что поинты, ну вот, еженедельные, они строго ограничены. Там нельзя набрать 2000 и нельзя набрать 1800. Это значит, что если вы последнюю награду за 900 забрали, вы, скорее всего, при резете, если резет будет неполным, не заберете последнюю награду там. Опять же, посмотрим, как это будет выглядеть. А теперь самое сладкое и интересное. Компенсации. Компенсация за мейнтенанс 300 кристаллов. Бакфикс компенсация 300 кристаллов. Клиент апдейт компенсация 200 кристаллов. То есть это уже 700 кристаллов тупо за эту хрень компенсируют. Также компенсируют карточку, дают карточку смены пола, бесплатную. Компенсация за инсты 3 виталити салюшн поижена. Это сколько? Ну, по сути, чуть больше, чем фулл столб. Неплохо. Викли активити резет компенсейшн 100, то есть уже 900 кристаллов. И рейд компенсатшн Space Orientator первого левела. Не знаю, что это такое. Возможно, это как раз-таки одна из новых шмоток. Но будем посмотреть. Приглашаю вас на стриме в 12 часов по Москве 20-го. Мы начинаем и будем херачить прямо дико-дико-дико-дико-дико. У меня на этом все. Встретимся на вере. Не забывайте вступить в группу ВК. Посылочка в описании. Если вам интересно общаться со мной и с моими кланмейтами, можете вступить еще и в Дискорд. Ссылочка на него тоже будет в описании. Там есть общий канал, где мы все обсуждаем, дискутируем. Ну и просто просто бесайобим. Откретно говоря. Завоз также на стриме в 12, как я уже говорил, по Москве сегодня. Когда вы это смотрите, видео, не знаю. Ну, короче, 20-го числа. Анонс уже есть. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok